Электрическая панель. Потребление ориентировочное. Там у нее где-то 250 ватт. Это было показано в предыдущем видео, как мы ее изготовили. То есть по системе сэндвича. Две плитки скрученные на болты стяжки. Внутри пустота, нет никакого наполнителя, только провод. Было пару вопросов, как она работает в комментариях. И хочу как раз рассказать. Месяц она у меня работает, немножко больше. То есть по сути проблем никаких. Все отлично обогревает мне санузел. Санузел небольшой. Примерная площадь где-то здесь квадрата 4 может быть от силы. Взял я такой термометр, промерял неоднократно. Температура показывает разное. Это сейчас видимо в сети напряжение упало. Потому что так бывает до 81, даже 85 градусов. Вот выделил еще момент, что вот в этой вот точке, вот здесь вот, температура почему-то самая высокая. 75 градусов на данный момент. А так бывает и 83 и так далее. Сейчас хочу что сделать. Это разобрать этот обогреватель. Посмотреть какой он внутри. После месяца работает. Не перегорел ли там нигде кабель. Разобрал панельку. В чем ее вот еще плюс? В том, что она легко разбирается и очень ремонтно пригодна, скажем так. Здесь у меня сам провод приклеен на силикон. Силикон выдержал отлично. Все держится капитально. Провод везде целенький. Нет никаких повреждений, потемнений или еще что-либо в этом роде. В принципе из-за разности зазоров, расстояние между проводами везде показывают разную температуру нагрева. Где-то больше, где-то меньше. Так, вот наше, скажем так, крепление. Крепление проводов между собой. Крепление показывает себя отлично. Отлично. То есть нет никаких здесь совершенно сложностей. Все вообще супер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...